Речь на Всероссийском совещании политпросветов губернских и уездных отделов народного образования 3 ноября 1920 года Том 41, страница с 398 по 408 Всероссийское совещание политпросветов губернских и уездных отделов народного образования Проходило в Москве со 2 по 8 ноября 1920 года На совещание приехало 283 делегата В центре работы совещания стояли вопросы, связанные с созданием Главного политико-просветительного комитета республики, глав политпросвета При открытии совещания с речью о политико-просветительной работе выступил Луначарский Заслушаны были доклады Крупской, очередной план работы глав политпросвета И Литкенса, организация местных политпросветов В повестке дня совещания стояли также вопросы Продовольственная компания и политико-просветительная работа Производственная пропаганда в связи с восстановлением хозяйственной жизни страны Ликвидация безграмотности и другие Речь Ленина была заслушана на третьем заседании Второй день работы совещания После доклада Крупской Товарищи, позвольте мне поделиться несколькими мыслями Которые отчасти были затронуты в Центральном комитете коммунистической партии и в Совнаркоме По вопросу об организации глав политпросвета Отчасти явились у меня по поводу того проекта, который был внесен в Совнарком Вчера проект этот принят в основание А затем в деталях он будет еще обсуждаться Декрет СНК О главном политико-просветительном комитете республики Главполитпросвете Разработанный на основе указаний Ленина Смотри настоящий том страница 397 Был подписан Лениным 12 ноября 1920 года И опубликован в газете «Известия» в ЦИК номер 263 От 23 ноября 1920 года Я от себя позволю только отметить Что к перемене названия вашего учреждения Я относился вначале чрезвычайно отрицательно По-моему, задача наркомпроса Это помочь людям учиться и других учить Я за время своего советского опыта Привык относиться к разным названиям Как к ребячьим шуткам Ведь каждое название своего рода шутка Теперь уже утверждено новое название Главполитпросвет Так как это вопрос решенный То вы мое замечание примите не больше Как личное замечание Если дело не ограничится только переменой клички То это можно будет только приветствовать Если нам удастся привлечь новых работников Для культурно-просветительной работы Тогда уже будет дело не только в новом названии И тогда можно будет примириться С советской слабостью Наклеивать ярлычки на каждое новое дело И каждое новое учреждение В случае удачи мы добьемся чего-нибудь большего Чем то, что было до сих пор достигнуто Страница 399 Самое главное, что должно заставить товарищей Принять участие вместе с нами В совместной культурно-просветительной работе Это вопрос о связи просвещения с нашей политикой Название может что-либо предусматривать Если в этом есть надобность Ибо мы по всей линии своей просветительной работы Не можем стоять на старой точке Аполитичности просвещения Не можем ставить просветительную работу Вне связи с политикой Такая мысль господствовала и господствует В буржуазном обществе Название аполитичность или неполитичность просвещения Это есть лицемерие буржуазии Это есть не что иное, как обман масс На 99% униженных господством церкви Частной собственностью и прочим Буржуазия, господствуя во всех Теперь еще буржуазных странах Занимается именно этим обманом масс И чем больше там аппарат имеет значение Тем меньше он имеет свободы от капитала И его политики Во всех буржуазных государствах Связь политического аппарата с просвещением Является чрезвычайно крепкой Хотя признать этого прямо Буржуазное общество не может Между тем это общество обрабатывает массы Через церковь Через весь институт частной собственности Наша основная задача Состоит в том, между прочим Чтобы в противовес буржуазной правде Противопоставить свою правду И заставить ее признать Переход из буржуазного общества К политике пролетариата Очень трудный переход Тем более, что буржуазия клевещет на нас Неустанно всем аппаратам Своей пропаганды агитации Она как можно более старается затушевать Еще более важную роль диктатуры пролетариата Ее воспитательную задачу Особенно важную в России Где к пролетариату Принадлежит меньшинство населения А между тем тут Эта задача должна выдвинуться На первый план Так как нам нужно подготовить массы К социалистическому строительству Страница четырехсотая О диктатуре пролетариата Не могло бы и речи быть Если бы пролетариат Не выработал в себе Большой сознательности Большой дисциплинированности Большой преданности В борьбе против буржуазии То есть той суммы задач Которую необходимо выдвинуть Для полной победы пролетариата Над его исконным врагом Мы не стоим на точке зрения утопической Будто трудящиеся массы Подготовлены к социалистическому обществу Мы знаем на основании точных данных Всей истории рабочего социализма Что это не так Что подготовленность к социализму Дает лишь крупная индустрия Стачечная борьба Политическая организованность И для того, чтобы одержать победу Чтобы совершить социалистический переворот Пролетариат должен быть способным К солидарному действию К делу свержения эксплуататоров И теперь мы видим Что все необходимые способности Он приобрел И превратил их в дело Когда завоевал свою власть Для работников просвещения И для коммунистической партии Как авангарда в борьбе Должно быть основной задачей Помочь воспитанию и образованию Трудящихся масс Чтобы преодолеть старые привычки Старые навыки Оставшиеся нам в наследие От старого строя Навыки и привычки Собственнические Которые насквозь пропитывают Толщу масс Это основная задача Всего социалистического переворота Никогда не должна быть Упускаема При рассмотрении Тех частных вопросов Которые так много занимали Внимание ЦК партии И Совнаркома Как построить Главполитпросвет Как соединить его С отдельными учреждениями Как связать его Не только с центром Но и с местными учреждениями На этот вопрос Нам ответят товарищи Боли и компетентные В этом деле Имеющие уже большой опыт И специально изучавшие Это дело Мне бы хотелось Только подчеркнуть Основные моменты Принципиальной стороны дела Мы не можем Не ставить дело Открыто Открыто признавая Вопреки всей старой лжи Что просвещение Не может Не быть связано С политикой Мы живем В исторический момент Борьбы с мировой буржуазией Которая во много и много раз Сильнее нас Страница 401 В такой момент борьбы Мы должны Отстаивать Революционное строительство Бороться против Буржуазии И военным путем И еще более путем Идейным Путем воспитания Чтобы привычки Навыки Убеждения Которые рабочий класс Вырабатывал себе В продолжении Многих десятилетий В борьбе за политическую Свободу Чтобы вся сумма Этих привычек Навыков И идей Послужила Орудием воспитания Всех трудящихся А задача Решения вопроса Как именно Воспитать Ложится на Пролетариат Необходимо Воспитать Сознание Что нельзя Недопустимо Стоять Вне той Борьбы Пролетариата Которая Сейчас Все более И более Захватывает Все без исключения Капиталистические Страны мира Стоять В стороне От всей Международной Политики Объединение Всех могущественных Капиталистических Стран мира Против Советской России В этом Подлинная База Настоящей Международной Политики И Нужно Признать Что от Этого Зависит Судьба Сотен Миллионов Трудящихся В капиталистических Странах Ведь В настоящий Момент Нет уголка На земле Который Не был бы Подчинен Горсточке Капиталистических Стран Таким Образом Положение Выливается В такую Форму Что Необходимо Либо Стать В стороне От Переживаемой Борьбы Этим Доказать Полную Несознательность Как те Темные Люди Которые Остались В стороне От революции И войны И которые Не видят Всего Обмана Масс Буржуазии Не видят Как буржуазия Сознательно Оставляет Эти массы В темноте Либо Стать На борьбу За диктатуру Пролетариата Об этой борьбе Пролетариата Мы говорим Совершенно Открыто И нужно Каждому Человеку Стать Или по Эту Нашу Сторону Или по Другую Все попытки Не стать Ни на одну Ни на другую Сторону Заканчиваются Крахом И скандалом Наблюдая Бесконечные Остатки Керенщины Остатки СССР В социал-демократии Выявившиеся В лице Юденичей Колчаков Петлюр И Махно И прочих Мы видели Такое разнообразие Формы И окрасок Контрреволюции В разных местах России Что можем сказать Что мы Закалены Уже гораздо Больше Чем кто-нибудь Другой А когда мы Взглянем На западную Европу То видим Что там Повторяется То же самое Что было У нас Повторяется Наша История Махно 1884-1934 годы Главарь Контрреволюционных Анархистско-кулацких Отрядов На Украине Боровшихся Против Советской Власти В 1918-1921 Годах Выдавая Себя За защитника Крестьянских Интересов Махно И его Сторонники Стремились Привлечь На свою Сторону Крестьянские Массы И направить Их На борьбу Против Советской Власти Учитывая Изменения Политической И военной Обстановки Махно Прибегал К лавированию Вел военные Действия То против Белогвардейцев То против Красной Армии Его Штаб Находился В селе Гуляй Поле Бывшая Екатеринославская Губерния Анархо-кулацкие Банды Махно Занимались Политическим Бандитизмом Нападали На советские Организации Совершали Погромы Грабили Население Убивали Партийных И советских Работников Банды Махно Были Окончательно Разгромлены Весной 1921 Года Сам Махно Бежал За границу Страница 402 Почти везде Рядом С буржуазией Встречаются Элементы Керенщины В целом Ряде Государств Особенно В Германии Они Главенствуют Везде Наблюдается Одно И то же Невозможность Какой-нибудь Средней Позиции И ясное Сознание Либо Белая Диктатура К ней Готовится Буржуазия Во всех Странах Западной Европы Вооружаясь Против Нас Либо Диктатура Пролетариата Мы Испытали Это Так Остро И Глубоко Что О русских Коммунистах Мне Распространяться Не Приходится Отсюда Вывод Только Один И Вывод Который Должен Лечь В основу Углов Всех Рассуждений И построений Связанных С глав Политпросветом Прежде всего В работе Этого Органа Должно Быть Открыто Признано Главенство Политики Коммунистической Партии Иной формы Мы не знаем И иной формы Ни одна страна Еще не выработала Партия Может быть Более Или менее Соответствующей Интересам Своего Класса Она переживает Те или иные Изменения Или исправления Но лучшей формы Мы еще Не знаем И вся борьба В советской России В течение Трех лет Удерживавшей Натиск Мирового Империализма Связана С тем Что партия Сознательно Ставит Своей задачей Помочь Пролетариату Выполнить Его роль Воспитателя Организатора И руководителя Ту роль Без которой Распад капитализма Невозможен Трудящиеся Массы Массы Крестьян И рабочих Должны Побороть Старые Навыки Интеллигенции И перевоспитать Себя Для строительства Коммунизма Без этого К делу Строительства Приступить Нельзя Весь наш опыт Показывает Что это дело Слишком Серьезное И потому Признание Главенствующей Роли Партии Должно Быть у нас Ввиду И мы Не можем Опускать Этого При обсуждении Вопроса О деятельности Об организационном Строительстве Как осуществлять Его Надо будет Еще много Говорить Придется Говорить Об этом И в ЦК Партии В Совнаркоме Тот декрет Который Вчера Был утвержден Явился Основой По отношению Главполитпросвету Но он В Совнаркоме Еще не завершил Всего своего Пути На днях Этот декрет Будет опубликован И в окончательно Средактированной Форме Вы увидите Что прямого Заявления Об отношении К партии Там нет Страница 403 Но мы должны Знать и помнить Что вся Юридическая И фактическая Конституция Советской Республики Строится на том Что партия Все исправляет Назначает И строит По одному Принципу Чтобы связанные С пролетариатом Коммунистические Элементы Могли пропитать Этот пролетариат Своим духом Подчинить Его себе Освободить Его от того Буржуазного Обмана Который Мы так Долго Стараемся И жить Наркомпрос Пережил Долгую Борьбу Долгое Время Учительская Организация Боролась С социалистическим Переворотом В этой Учительской Среде Особенно Упрочились Буржуазные Предрассудки Здесь Долго Шла Борьба И в виде Прямого Саботажа И упорно Держащихся Буржуазных Предрассудков И нам Приходится Медленно Шаг за шагом Отвоевывать Себе Коммунистическую Позицию Для Глав Политпросвета Работающего По внешкольному Образованию Решающего Задачу Этого Образования И просвещения Масс Особенно Ярко Встает Задача Сочетать Партийное Руководство И Подчинить Себе Пропитать Своим Духом Зажечь Огнем Своей Инициативы Этот Громадный Аппарат Полумиллионную Армию Преподавательского Персонала Которая Состоит Сейчас На службе У рабочего Работники Просвещения Учительский Персонал Были воспитаны В духе Буржуазных Предрассудков И привычек В духе Враждебном Пролетариату Они были Совершенно Не связаны С ним Теперь Мы должны Воспитать Новую Армию Педагогического Учительского Персонала Который Должен Быть Тесно Связан С партией С ее Идеями Должен Быть Пропитан Ее Духом Должен Привлечь К себе Рабочие Массы Пропитать Их Духом Коммунизма Заинтересовать Их Тем Что Делают Коммунисты Так как Надо порвать Со старыми Привычками Навыками Идеями То здесь Перед глав Политпросветом И перед его Работниками Стоит Наиважнейшая Задача Которая И должна Более всего Иметься Ввиду И действительно Тут стоит Перед нами Дилемма Как связать Учительство В большинстве Старого Закала С партийными С коммунистами Этот вопрос Крайне Трудный И над ним Нужно Очень И очень Задуматься Страница 404 Рассмотрим Как связать Организационно Столь разных Людей Для нас Принципиально Не может быть Сомнения В том Что должно быть Главенство Коммунистической Партии Таким образом Цель Политической Культуры Политического Образования Воспитать Истых Коммунистов Способных Победить Ложь Предрассудки И помочь Трудящимся Массам Победить Старый Порядок И вести Дело Строительства Государства Без капиталистов Без эксплуататоров Без помещиков А как Как это Можно Сделать Это Возможно Только Овладев Всей Суммой Знаний Которую Наследовали Учителя От Буржуазии Все Технические Завоевания Коммунизма Были бы Без этого Невозможными И была бы Пуста Всякая Мечта Об этом Вот и Является Вопрос Как же Их Связать Этих Работников Которые Не привыкли Работать В связи С политикой И с полезной Для нас Политикой В частности То есть Необходимой Для коммунизма Это Как я сказал Очень Трудная Задача Мы Обсуждали Этот вопрос И в Центральном Комитете И обсуждая Этот вопрос Старались Учесть Указания Собранные Опытом И думаем Что такого Рода съезд Как сегодня На котором Я сейчас Говорю Такого Рода Конференция Как ваша Будет иметь В этом Отношении Большое Значение Каждому Комитету Партии На каждого Пропагандиста На которого Смотрели Раньше Как на Человека Определенного Кружка Определенной Организации Теперь Приходится Смотреть По-новому Каждый Принадлежит К партии Которая Управляет Которая Руководит Всем Всемирной Борьбой Советской России Против Буржуазного Строя Он Является Представителем Борющегося Класса И партии Которая Господствует И должна Господствовать Над громадным Государственным Аппаратом Очень 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 Многие Коммунисты Прошедшие Великолепно Школу Подпольной Работы Испытанные Закаленные Борьбой Не хотят И не могут Понять Всей Значительности Этого Перелома Этого Перехода Когда Из Агитатора Пропагандиста Он Становится Руководителем Агитаторов Руководителем Гигантской Политической Организации Будет ли он Назван При этом Каким-либо Соответствующим Именем Может быть Даже Щекотливым Например Заведующим Народных Училищ Это не так Важно Но важно Чтобы он Умел Руководить Учительской Массой Страница 405 Нужно Сказать Что сотни Тысяч Учителей Это Есть аппарат Который Должен Двигать Работу Будить Мысль Бороться С предрассудками Которые Еще до сих Пор Существуют В массах Наследие Капиталистической Культуры Пропитанность Ее Недостатками Учительской Массы Которая При наличии Их Не может Быть Коммунистической Однако Не может Мешать Брать Этих Учителей В ряды Работников Просветительной Политической Работы Так Как Эти Учителя Обладают Знаниями Без которых Мы не можем Добиться Своей цели Мы должны Поставить На службу Коммунистического Просвещения Сотни тысяч Нужных Людей Это задача Которая Решена На фронте В нашей Красной Армии В которую Были взяты Десятки Тысяч Представителей Старой Армии В длительном Процессе Процессе Перевоспитания Они Слились С Красной Армией Что в конце Концов И доказали Своими Победами И в нашей Культурно Просветительной Работе Мы должны Следовать Этому Примеру Правда Эта работа Не так Блестяща Но еще Более Важна Каждый Агитатор И пропагандист Нам необходим Он Выполняет Свою Задачу Когда работает В строго Партийном Духе Но не Ограничивается Одной Только Партией А помнит Что его Задача Руководить Сотнями Тысяч Преподавательского Персонала Заинтересовать Их Повороть Старые Буржуазные Предрассудки Привлечь Их К тому Что мы Делаем Заразить Их Сознанием Непомерности Нашей Работы И Только Перейдя К этой Работе Мы Можем Эту Массу Задавленную Капитализмом Которую Он Оттягивал От нас Вывести На Правильный Путь Страница 406 Вот Те Задачи Которые Должен Преследовать Каждый Агитатор И Пропагандист Работающие Вне Школьных Рамок И Этих Задач Он Не Должен Выпускать Из Виду При Решении Встречается Масса Практических Трудностей И Вы Должны Помочь Коммунизму И Стать Представителями И Руководителями Не Только Партийных Кружков Но И Всей Государственной Власти Которая Находится У Рабочего Класса Наша Задача Побороть Все Сопротивление Капиталистов Не Только Военное И Политическое Но И 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 Самое Мощное Задача Наших Работников Просвещения Осуществить Эту Переделку Массы Ее Заинтересованность Ее Тяга К Просвещению И Знанию Коммунизма Который Мы Наблюдаем Служат Порукой Тому Что Мы Окажемся И Здесь Победителями Хотя Может Быть И Не так Скоро Как На Фронте Быть Может С Большими Трудностями А Подчас Поражениями Победителями Будем Мы Я Хотел Бы В итоге Остановиться Еще На Одном Может Быть Слово Глав Полит Просвет Неправильно Понимается Поскольку Поскольку Здесь Упоминается Понятие Политический Здесь Политика Есть Самое Главное Но Как Понимать Политику Если Понимать Политику В старом Смысле То Можно Впасть В Большую Тяжелую Ошибку Политика Это Борьба Между Классами Политика Это Отношение Пролетариата Борющегося За освобождение Против Всемирной Буржуазии Но В нашей Борьбе Выделяются Две Стороны Дела С одной Стороны Задача Разрушить Наследие Буржуазного Строя Разрушить Попытки Раздавить Советскую Власть Повторяемые Всей Буржуазией До сих пор Эта задача Более всего Занимала Наше Внимание И мешала Перейти К другой Задаче Строительства Политика Политика В представлении Буржуазного Мира Созерцания Как бы Была Оторвана От экономики Буржуазия Говорила Работайте Крестьяне Чтобы получить Возможность Существования Работайте Рабочие Чтобы получить На рынке Все необходимое Чтобы жить А политику Хозяйственную Ведут Ваши Хозяева А между тем Это не так Политика Должна быть Делом народа Делом пролетариата И вот Тут нам Необходимо Подчеркнуть Что мы Девять десятых Времени В нашей работе Заняты Буржуазией Победы Над Врангелем О которых Мы читали Вчера И о которых Вы прочтете Сегодня И вероятно Завтра Показывают Что одна Стадия борьбы Приходит к концу Что мы Отвоевали Мир с целым Рядом Западных Стран А каждая Победа На военном Фронте Освобождает Нас Для борьбы Внутренней Для политики Строительства Государства Врангель 1878 1928 Годы Генерал Царской Армии Барон Барон Ярый Монархист В период Иностранной Военной Интервенции Гражданской Войны Ставленник Англо-французских Американских Империалистов Один из Руководителей Контрреволюции На юге России В апреле Ноябре 1920 Года Был Главнокомандующим Белогвардейскими Вооруженными Силами Юга России После Разгрома Их Красной Армии Бежал За Границу Страница 407 Всякий Шаг Приближающий Нас К победе Над Белогвардейцами Переносит Постепенно Центр Тяжести Борьбы К политике Экономики Пропаганда Старого Типа Рассказывает Дает Примеры Что Такое Коммунизм Но Эта Старая Пропаганда Никуда Не годна Так Как Нужно Практически Показать Как Надо Социализм Строить Вся Пропаганда Должна Быть Построена На Политическом Опыте Хозяйственного Строительства Это Наша Главнейшая Задача Если Бы Кто Вздумал Понимать Это В старом Смысле Слова Тот Оказался Бы Отсталым И не Может Вести Работу Пропаганды Для Массы Крестьян Рабочих Наша Главная Политика Сейчас Должна Быть Экономическое Строительство Государства Чтобы Собрать Лишние Пуды Хлеба Чтобы Дать Лишние Пуды Угля Чтобы Решить Как Лучше Использовать Эти Пуды Хлеба И Угля Чтобы Не Было Голодных Вот Какова Наша Политика И На Этом Должна Быть Построена Вся Агитация И Вся Пропаганда Нужно Чтобы Было Поменьше Фраз Так Как Фразами Вы Не Удовлетворите Трудящихся Как Только Война Нам Даст Возможность Освободить Центр Тяжести От Борьбы С Буржуазией От Борьбы С Врангелем С Белогвардейцами Мы Обратимся К Политике Экономики И Вот Тут Будет Играть Все Возрастающую Громадную Роль Агитация И Пропаганда Каждый Агитатор Должен Быть Государственным Руководителем Руководителем Всех Крестьян И Рабочих В деле Экономического Строительства Он Должен Сказать Что Для того Чтобы Быть Коммунистом Нужно Знать Нужно Прочесть Вот Такую-то Брошюрку Вот Такую-то Книжку Вот Как Мы Улучшим Хозяйство И Сделаем Его Более Солидным Более Общественным Увеличим Производство Улучшим Хлебный Вопрос Более Правильно Распределим Произведенные Продукты Увеличим Добычу Угля И Восстановим Промышленность Без Капитализма И Без Капиталистического Духа Страница 408 В чем Состоит Коммунизм Вся Пропаганда Его Должна Быть Поставлена Так Чтобы Дело Свелось К Руководству Практически Государственным Строительством Коммунизм Должен Стать Доступным Рабочим Массам Как Собственное Дело Это дело Ведется Плохо С тысячами Ошибок Мы Этого Не скрываем Но Сами Рабочие Крестьяне Должны При Нашей Помощи При Нашем Небольшом И слабом Содействии Выработать И Выровнять Наш Аппарат Для Нас Он Уже Перестал Быть Программой Теорией И Заданием Для нас Это дело Сегодняшнего Фактического Строительства И Если Мы Терпели В нашей Войне Самые Жестокие Поражения От наших Врагов То Мы Зато Учились На этих Поражениях И Достигли Полной Победы И Теперь В каждом Поражении Мы Должны Черпать Знания Мы Должны Помнить Что Надо Учить Рабочих И Крестьян На Примере Проделанной Работы Указывать На То Что У нас Плохо Чтобы В дальнейшем Этого Избежать На Примере Этого Строительства Повторяя Его Большое Количество Раз Мы Добьемся Того Что Из Плохих Начальников Коммунистов Мы Создадим Настоящих Строителей Прежде Всего Нашего Экономического Хозяйства Мы Добьемся Всего Что Надо Преодолеем Все Препятствия Которые Нам Остались От Старого Строя И Которые Сразу Откинуть Нельзя Надо Перевоспитать Массы А Перевоспитать Их Может Только Агитация И Пропаганда Надо Связывать Массы С Строительством Общей Хозяйственной Жизни В Первую Голову Это Должно Быть Главным И Основным В Работе Каждого Агитатора Пропагандиста И Когда Он Себе Это Усвоит Тогда Успех Его Работы Будет Обеспечен Шумные Аплодисменты Бюллетень Всероссийского Совещания Политпросветов 1 8 Ноября 1920 Года Москва Печатается По тексту Бюллетеня